Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Алина Осокина, и я расскажу вам о книге Алексея Иванова «Пищеблог». Алексей Иванов – яркий самобытный писатель, автор нашумевшего романа «Географ Глобус Пропил». Произведение Алексея Иванова входит в узловскую программу по литературе, а фильмы, снятые по его книгам, получают призы на самых престижных кинофестивалях. Алексей Викторович Иванов родился в 1969 году в городе Горький. Окончив школу, Алексей, мечтавший стать писателем, отправляется в город Светловск. Там он поступает на журналистский факультет Уральского университета, но затем переводится на факультет искусствоведения, который оканчивает в 1996 году. Они были сигнальщиками. Мальчик пил в барабан, а девочка трубила в горн. Они вместе встречали каждый рассвет и провожали каждый закат. Но люди не слышали песни горна и грома барабана, не замечали, как ветер треплет пионерские галстуки сигнальщиков, не видели, как на солнце сияют глаза пионеров. Всем казалось, что девочка с горном и мальчик с барабаном сделаны из гипса, а они были живые и очень любили друг друга. Молодой вожатый с модными усиками оглядел мальчишек в палате. Мальчишки не спали, таращились, ожидая самого страшного. Все знали, о ком идет речь. Гипсовая девочка с горном стояла на невысоком постаменте у ворот пионерлагеря, а гипсового мальчика с барабаном не было вообще. И в асфальте темнел квадрат земли на месте исчезнувшей каменной тумбы. Однажды ночью, приглушив голос, продолжал вожатый. Какие-то пионеры из нашего лагеря сбежали от вожатых, взяли камни и разбили барабанщика на куски. Утреннее солнце осветило кучу обломков. Пришли рабочие, собрали обломки и увезли на свалку. И никто не увидел, как плачет девочка с горном. Она теперь навсегда осталась одна, без своего любимого. Мальчишки на койках престижно молчали. Понятно, почему. Каждый из них не раз прикидывал, как расколотить гипсовую гарнистку. Не со злости, конечно, а так, из праздного озорства. Но девочка не простила гибели мальчика. Она решила отомстить. И теперь по ночам она спрыгивает с постамента и ходит по лагерю, разыскивая тех, кто разрушил барабанщика. И если встретит в лагере кого-нибудь после отбоя, то без всякой жалости задушат каменными руками. Пацаны лежали, изнемогая от невыносимого ужаса. «Ну все, спокойной ночи», сказал вожатый с усиками. Он закрыл за собой дверь палаты и прошел в свою комнату. Там его ждал напарник, слегка полноватый и кудрявый. Напугал их до полусмерти, усмехаясь, сообщил вожатый с усиками. Сочинил страшилку, что ночью гипсовая гарнистка у ворот оживает, бродит по лагерю и всех душит, мстит за барабанщика, которого раскололи. Но кудрявый вожатый не одобрил затею усатого. Воспитывать страхом не педагогично, зато результативно. Не будут ночью убегать из палат. «Сомневаюсь», – возразил кудрявый. «Скорее, как-нибудь днем они разнесут гарнистку в трепезги, чтобы на психику не действовало». Усатый искренне озадачился. «О таком повороте я не подумал», – признался он. Кудрявый печально вздохнул. А мальчишки в палате уже уснули, натянув на головы простыни. Не спал только мальчик на кровати, задвинутый в самый угол. Он молча смотрел в окно, словно чего-то ждал. Потом выпростил руку и взял с тумбочки очки. Потом сел. Потом встал и принялся одеваться, стараясь не шуметь. Потом направился к окну, с усилием отодрал шпингалет, осторожно распахнул створку, влез на подоконник и выпрыгнул наружу. Мальчик шел по ночному лагерю, прячась за кустами кустами акации. Длинную безлюдную аллею ярко освещали фонари. Едва слышно, шептала листва. Где-то вдали выла собака. Было тепло. Однако мальчика то и дело пробирала озноб. Мальчик очень боялся, но поправив очки, твердо решил узнать, остается ли гипсовая гарнистка по ночам на своем постаменте. На аллее мелькнула какая-то неясная фигура, и мальчик застыл. Ртутный свет фонарей слепил, выжигая все тени, и не позволял разглядеть, кто там идет по аллее. Идет медленно, как-то неуверенно, словно не привык ходить. Так ковыляют лежачие больные, когда им наконец-то позволяют подняться с постели и сделать несколько шагов. Но таких больных всегда кто-нибудь поддерживает, а человек на аллее был один. Если это вообще был человек. По аллее шла девочка, примерно того же возраста, что и мальчик, который укрывался за акацией. При каждом движении эта девочка странно подрагивала всем телом, будто в ней что-то ломалось. Белая блузка, белая юбка, белый пионерский галстук, белые руки и ноги, белое безглазое лицо, белые каменные косы. Это была гипсовая гарнистка. Она казалась роботом, но робота включала электричество, а гарнистку оживила тьма. Гарнистка искала тех, кто убил ее барабанщика. Искала, чтобы тоже убить. Мальчик за кустами попятился, повернулся и помчался прочь. Если тьма сильнее тебя, не покидай свой дом, пока не прозвенит песня горна. Белые полосы транспарантов были натянуты вдоль ограждения верхней палубы речного трамвайчика и по правому борту, и по левому. Правда, суденышко шло не по Москве реке, на фоне обновленного и величественного стадиона в Лужниках, а по Волге. И фоном были Жигулевские горы, древние, покаты и покрытые кучерявым лесом. И вез трамвайчик не широкоплечих атлетов-олимпийцев, а рогожные мешки с гречкой и сахаром, картонные коробки с макаронами и сухофруктами, алюминиевые бетоны с молоком. В общем, продукты для пищеблока пионерского лагеря «Буревестник». Но вымпел на мачте кораблика развивался по-олимпийски яростно. Кстати, вот какие отзывы оставляют наши читатели. Вот и застоялось мое знакомство с творчеством Алексея Иванова. Лето 80-го года запомнится герой книги Валерке Луганову надолго. Приехав в пионерский лагерь «Буревестник», вместе с остальной олимпийской сменой, герои погружаются в лагерную рутину. Подъем, отбой по времени, занятия сплошь коллективные, песни, речевки, эх, лагерная жизнь. Читал и отдыхал душой, словно вновь очутилась в лагере с его особой атмосферой. Прочитал на одном дыхании. Сначала не очень врубился, зато потом полночи не мог уснуть, хотелось дочитать. Книга сильная, вызывает сразу ностальгию по пионерскому прошлому и чувство переживания и страха за Валерку, главного героя. Не знаю, кто как, но я узнал главного героя из себя. Читать стоит и тем, кто был в пионерских лагерях, и особенно тем, кто не был пионером, чтобы почувствовать атмосферу той эпохи. Роман «Пищеблок» – это что-то новое в просьбе Алексея Иванова, хотя присутствует излюбленная автором атмосфера подросткового мира, сравнивая с географом и общагой, в которой ярче всего раскрываются проблемы дружбы, чести, смелости и трусости в их натуральном виде. Выбранный жанр фантастического романа удачно вписался в историю о пионерлагере, где, как ни среди детей, в летних лагерях рождаются и передаются друг дружке страшные истории и байки про вампиров и вурдалаков. Сыграла свою роль и выбранная автором эпоха – лето 80-го года, Олимпиада. Два главных персонажа – Валерка Игорь – воплощать в себе лучшее, что можно почерпнуть из уходящей эпохи – дружба, чувство коллектива, товарищества и жертвенности собой ради других и ради общего дела. Обязательно прочитайте эту книгу. Иван Павлович Капустин – капитан, сидел за штурвалом, больше похожим на автомобильный руль. Поверх речной тельняшки с синими полосами Иван Павлович надел черный китель, уже изрядно заношенный, а на голову водрузил фуражку с крабом и золотым рантом. Управлять речным трамвайчиком было не сложнее, чем автомобилем, но капитана везде капитана. В любом из них было что-то властное, и потому Игорь ощущал себя стесненно, как школьник на экскурсии, хотя знал Иван Павловича с детства. Иван Павлович дружил с отцом Игоря, тоже капитаном, только командовал не галошей, то есть теплоходиком типа «Москвич», а сухогрузом типа «Волгодон», огромным, почти как авианосец. Игорь сидел в рубке на месте моториста, и Капустин искоса поглядывал, чтобы пассажир не взялся за рычаг, которым переводит двигатель с обычного хода на обратный, можно запороть машину. Перед Игорем на панели темнели циферблаты, число оборотов, давление масла, температура воды и охлаждение. Игорь знал, как управлять судном, и, конечно, не стал бы дергать за рукоять. Дурак он, что ли? Но Иван Павлович не доверял этому сопляку. Слишком много в юнце было вопендрежа. И джинсы, и самодельный значок с гитаристом, и патлы. «Чего не постригся-то перед сменой?» Недовольно спросил Капустин. «Я постригся», – ответил Игорь. Капустин, разумеется, не понимал. Когда волосы закрывают уши, это и есть самый модный причесон. Еще Игорь отпустил усики, которые, впрочем, получились по-юношески реденькими. Ну и ладно, летом надо успеть похиповать, ведь осенью в универе начнется военная кафедра, где всех заставят обтесать башку машинкой под общий скучный полубокс. Минувший весной Игорь окончил второй курс филфака университета. После сессии студенты-филологи отправлялись на фольклорную практику по деревням Поволжья. Расспрашивали старушек про забытые обряды, записывали народные песни, местные былички и диалектные слова. На филфаке по большей части учились девушки, и поездки в глубинку всегда были наполнены любовным томлением. Шаткая ограда морали качалась под напором чувств, удерживаемой лишь воспитанием и естественной робостью. С робостью Игорь справился, а воспитание надеялся преодолеть. Но в июне, к величайшей своей досаде, подхватил на Волге простуду, и в экспедицию его не взяли. Фольклорную практику доконант заменил ему педагогическое. Надо было отмотать одну смену вожатым в пионерлагере. Что ж, и это неплохо. Вожатыми работали студенты пединститута, точнее студентки, потому что в педе, как и на филфаке универа, девушки тоже были в большинстве. Игорь полагал, что студентки-педагогини ничем не хуже у универовских филологинь, а может и лучше. Широкая река на ярком солнце сверкала перед носом трамвайчика, и вдали рассыпчатый блеск сливался в сплошное ослепительное полыхание. Двигатель трамвайчика глухо клокотал где-то в недрах под рулевой рубкой. Окна рубки смотрели на все четыре стороны. Возле низкого левого берега Игорь увидел растопыренную, как железный паук, землечерпалку. Ее труба, лежащая на решетчатой стреле, сплошным потоком извергала жидкую пульпу в разверстый трюм пришвартованной самоходной барыжи. «Олимпиаду в лагере ты не пропустишь?» – спросил Капустин. Олимпиада начиналась через неделю. Все ждали ее открытия с каким-то непонятным предчувствием праздника. Так ждут Новый год. Надеюсь, что все плохое само собой отвалится и останется в прошлом. Но что особенного мог получить от Олимпиады закрытый город Куйбышев, куда иностранцев не пускали? Фанту и колбасу в гастрономах, кроссовки в спорттоварах – фиг. Для СССР, включая Москву, выгоды Олимпиады ограничивались кофтами-олимпийками и красивыми олимпийскими рублями. Игорь не испытывал ни пиетита перед всемирным аресталищем, ни какого-то нервного оживления от неких грядущих благодеяний. Вообще-то их никто никому и не обещал. Однако Игорь не сказал Ивану Павловичу о своем скепсисе. «Телека, наверное, в лагере нет?» – дипломатично ответил он. «Телек в корпусе?» – «Где радиокомната?» – возросил Капустин. «Откуда вы знаете?» – удивился Игорь. «Знаю», – уклончиво сказал Иван Павлович. Игорь, сообразив, умолк. Димон Малосолов, матрос этого трамвайчика, уже растрепал, что у Павловича в пионер-лагере Буревестника образовалась любовница, заведующая пищеблоком. Трамвайчик ходил в лагерь чуть ли не через день и часто оставался на ночь у причала. А Павлович из капитанской рубки перемещался в койку возлюбленной. Игорь позавидовал капитану. Такой старый полтинник уже и все еще ходок. А у него, Игоря, у молодого и резого, нет подруги даже после второго курса. Кстати, Димон Малосолов тоже сумел завести себе в лагере девчонку, одну из вожаток. Пока Павлович дрых в койке своей заведующей, Малосолов романтически прогуливался по берегу Волги с вожаткой, но добился только потискать ее. В конце концов, Димону это надоело, и он решил поменять подругу на более сговорчивую. Его ничуть не смущало, что отвергнутая избранница все увидит и поймет, и ей будет больно. Игорь завидовал столь непоколебимому эгоизму Димона. Сейчас на трамвайчике в лагерь ехали три студентки. Накинув на плечи стройотрядовские куртки, девушки сидели на передней палубе среди мешков, коробок и бетонов. Игорь рассматривал палубу сквозь большие окна ходовой рубки. Коварный Димон дождался, когда одна из студенток подойдет к ограждению и подрулил к ней вроде как покурить. Вожатка была самой невзрачной из трех – пухленькая, в очках, с русым хвостом. Типичная филологиня. А Димону того и надо было, с такой проще достичь цели. Игорь в рубке не слышал, что там на палубе говорит Димон, однако прекрасно помнил все его уловки. Димон спросит, как бы предлагая помочь. «Девушка, вашей маме зять не нужен, и девчонка растает. С девчонками всегда так случается». А у Игоря краснели уши от банальности димоновских подкатов. Игорь так не мог. Ему требовалось, чтобы девчонка сама сперва заинтересовалась им. Поэтому, кстати, он и забрался в рубку к Ивану Павловичу. Вожатки в пионерлагере должны удивиться. Что это за парень такой к ним приплыл, торчал всю дорогу рядом с капитаном? Свои первые произведения Алексей Иванов публикует еще в студенческие годы. Так, в конце 90-го года в журнале «Уральский следопыт» выходит его дебютная поесть «Охота на большую медведицу». Затем, с 91-го по 2000-е годы, выходят его книги «Общага на крови», «Географ-глобус-пропел» и «Сердце пармы». Успех, которого писатель ждал более 10 лет, настигает его в виде престижных литературных премий, таких как «Большая книга», «Книга года», «Ясная поляна» и других. Дерзкие и свежие произведения Алексея Иванова привлекли внимание режиссеров. Так, в 2013 году на Сочинском кинотавре был показан кинороман «Географ-глобус-пропел», который получил главный приз этого фестиваля. Новая книга Алексея Иванова «Пищеблог» – это простая и веселая история о сложных и серьезных вещах. Это ностальгическая книга о дружбе и любви с динамичным и фантастическим сюжетом. Каким станет мир, когда страшилки, которые дети рассказывают в пионерском лагере после отбоя, неожиданно станут правдой? Ответ на этот вопрос вы узнаете, только прочитав книгу, а найдете вы ее в читальном зале и в центре чтения Дворца книги. А вы читали Алексея Иванова? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова